На международный военно-технический форум «Армия» съехались представители ульяновского бизнеса, промышленных заводов и ученые. Свои передовые разработки продемонстрировали лучшие ульяновские предприятия оборонно-промышленного комплекса. К примеру, ученые компании «Хитла» президента ульяновского наноцентра представили сразу два проекта. Первый – высокопроизводительные композиционные материалы. Второй – образцы источника питания на водородных топливных элементах. Разработки уже используются в оборонной промышленности. Наше устройство может использоваться как портативный источник питания, замена литий-ионных батарей, дизель-генераторов. В отдаленных районах используются в беспилотных летательных аппаратах в том числе. Самые маленькие ульяновские делегаты – юноармейцы. Все они победили в региональной олимпиаде по 3D-моделированию. Они представили свое научно-техническое творчество, которое, к слову, оценил замминистра обороны РФ и глава штаба Всероссийского движения «Юноармия» Роман Романенко. То есть это не просто показ готовых изделий, а это показ того, какие компетенции и специализацию получают юноармейцы в наших инженерных классах. Самосборный фрезерный станок и модель шасси самолета презентовал Денис Калинин из первой гимназии. Особенность фрезерного станка в том, что он адаптирован под российские форматы профиля и российские форматы шпилек. И он менее дорогостоящий, чем другие аналоги. Это позволит их применять в образовательных целях. Другой юноармеец Артем Егирский изобрел работающий прототип самонаводящейся турели. Первый день мне понравился. Увидел много военной техники, очень привлекает внимание. Также познакомился с новыми людьми, например, с московскими иноармейцами. Свои проекты ребята разрабатывали на занятиях в Центре компетенции инженерного кластера, который с этого года работает в Доме офицеров. Центр создали совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Главная цель – подготовить кадровый резерв. Анна Тищенко, Юрий Конейхин. Новости Улправды ТВ.